здорово значит один парень много раз писал в личку и в общем писал такое я знаю что ты никогда никого не смотришь в интернете и не знаешь никого потому что нет ни до кого дело но сейчас я расскажу интересную одновременно банальную историю да мне реально нет ни до кого дело хочу это прокомментировать просто люди периодически спрашивают кого ты смотришь каких блогеров я не смотрю блогеров я могу смотреть в интернете то что может меня чему-то научить вот эти все кто как живет кто какой жизнью живет кто что делает мне вообще реально просто ну как бы у меня есть своя жизнь меня принцип такой я занимаюсь своей жизнью и не хочу лезть тратить свою энергию свое время на жизнь других людей и так есть один видеоблогер по тематике компьютеров и айти у него больше одного миллиона подписчиков и он набирал хорошие просмотры в какой-то момент он открыл свой магазин где продавал готовые компьютеры дело шло хорошо в один прекрасный день он к себе на работу устроил какую-то секретаршу в итоге они сблизились кто-то в какой-то день не поздоровался с ней так как надо и из-за этого этого человека этот блогер уволил народ сбунтовался оказывается когда надо могут и половина коллектива была уволена без выплаты потом и вторая половина людей тоже были уволены люди с которыми он работал по восемь лет даже те кто ему монтировал видео для youtube и были уволены бизнес пошел по ним люди стали писать гневные отзывы потому что деньги заплатили ждали свои заказы по полгода в итоге бизнес закрылся и там будет какие-то судебные разбирательства и так далее классическая история ему перепал раз жизни какое-то дерьмо в виде куска и он просрал все от него отвернулись все как близкие друзья так и процентов 30 подписчиков расскажи эту историю себя на канале ведь это интересная тема для видео и поднимает важную тему к тому же хайпанешь да я замечал что ты вообще ни разу не пытался вывозить на ком-то другом но это же прибавляет просмотры на твоем канале кстати да я никогда не пытался вывозить на ком-то другом как делают многие видеоблогеры или кто там они и так далее даже напоминаю я не являюсь видеоблогером я являюсь тренером и профессионалом своем области в своей области я могу любого мужчину научить эффективно общаться с женщинами и не только могу вообще в принципе научить много чему то есть человек обретет какую-то мотивацию какие-то знания какие-то навыки менять навыков своих по жизни достаточно и я никогда не пытался выехать на ком-то другом я прекрасно понимаю что это все действительно противоречит какому-то росту подписчиков но у меня есть определенные принципы что тут по сути комментирую действительно история стара как мир позиция снизу отсутствие выбора и главное вы должны понимать что вы должны найти должны опять же тут люди не любят слова должны то есть вы сами себе должны то есть если хотите найти себе женщину с которая придя в вашу жизнь она ее всячески улучшит она сделает ее ярче красивее счастливей там она как-то добавит в без того вашу хорошую жизнь то есть вы должны развиваться заниматься своей жизнью то есть как бы строить свою жизнь так чтобы вам было по кайфу и уже без того вашу классную жизнь приходит женщина которая делает ее еще лучше но ни в коем случае не должно быть наоборот и поэтому вы и исключительно вы должны выбирать себе женщину и вроде бы вы мозгом все понимаете сейчас вот есть куча материалов там вот эти всякие там мужские движения обиженники вот эти которые там вам говорят нет что ты там нельзя вестись у него на поводу так не делайся к делай но по факту все в теории понятно но как только вы подходите женщине нам знакомиться или идете на свидание где-то вас знакомят все вас просто вырубают вас настолько автоматически вшита позиции снизу позиции что вот она вот королева да все остальное просто вторично что да это приводит периодически к таким последствиям получается женщина пришла в его жизнь и вместо того чтобы сделать ее лучше она начала деструктивно влиять на коллектив на все остальное ему не хватило ума это все увидеть понять почувствовать расставить какие-то приоритеты из серии что понятно что бизнес который он строил очень много лет как бы никак никоим образом не должен страдать здесь какая-то пришла на извините за выражение начала там строите себя королеву естественно что коллективу это не понравилось то есть вместо того чтобы взвесить все за и против логически подумать а может быть действительно в коллективе люди правы что они не просто так бунтуют нет ему на это не хватило ума вот она позиция сверху снизу вернее то есть даже если бы он понимал что нужно общаться сверху как только она появляется и чуть она чуть более там привлекательная губастая сисястая там не знаю чем все остальные все для него это прям вот полный треш теперь нужно превратиться просто в слепого в глухого послушного раба и проблема вот этого отсутствия выбора которая до стара как мир это банальная история как написал от товарищ естественно что самый минимум который вы можете оттуда получить плохого это отсутствие секса до отсутствие секса и что происходит ты не можешь думать о работе ты все время видишь какие-то голые ноги отвлекаешься там не знаю то есть ты не можешь сосредоточиться на своем бизнесе на своем деле на своей работе тебя начинает раздражать какие-то проходящие мимо парочки ты чувствуешь себя как будто ты какой-то кот не знаю голодный кот которого привели в мясную лавку и не дает ему пожать это реально очень сильно влияет на психику но как я уже сказал что отсутствие секса это лишь самая маленькая часть проблемы потому что на самом деле отсутствие выбора позиции снизу и вся вот эта херня про которую вам много-много лет рассказываю здесь она приводит к катастрофическим последствиям это разрушившиеся семьи это ребенок которого ты не можешь видеть потому что жена там забрала его после развода и начала еще так себя вести что ты с ним видеться не можешь некоторые люди как видишь теряют из-за этого бизнес просто предварительно потеряв из-за этого голову мужчина может поссориться со своими родителями своими братьями сестрами своими друзьями которые были с ним всегда только из-за какой-то и много-много-много чего еще и в конце концов даже можно еще и в тюрьму сесть или что-то еще может страшно не дай бог случится только из-за того что женщина является для мужчины какой-то манны небесной вот просто королева пришла в мою жизнь я должен быть покорным рабом и муравьем это надо убирать это надо выкорчевывать это надо выковыривать ломом из своей башки с помощью практики с помощью знакомых с помощью подходов только беда в том что вы теоретически можете все это понимать что там нельзя так женщинами общаться и так далее некоторые идут в отказ то есть они предпочитают вообще не общаться с женщинами как они думают да типа вот лучше вообще не буду чем вот так не проще ли научиться это надо реально выкорчевать из своей башки с помощью практики то есть не получится это как с плаванием ты не можешь теоретически научиться плавать пока не нырнешь бассейн здесь то же самое я вас просто призываю выкорчевывайте из себя вот это дерьмо иначе вы рискуете попасть вот в подобную ситуацию о которой написал мужчина то есть вот об этой истории вы ковыривайте это из себя причем это реально как ни странно да это кажется сложно она выковыривается с помощью каких-то вот практических взаимодействий с женщинами то есть тебе нужно пойти многократно многократно получить опыт и подтверждение того что это не страшно что это всего лишь женщина что ты можешь общаться там выбирая ее с достоинством они вот так пожалуйста что мне сделать вы все перепутали вас реально неправильно прошили теперь ваша и только ваша ответственность перепрошить себя обратно я вам в этом всячески могу помочь я приглашаю вас на свой тренинг практика с 29 апреля по 2 мая в москве мини-группа максимальное количество персональной работы вы приходите и за четыре дня за четыре дня как бы это не странно сейчас для вас звучало вы уже настолько боитесь в это зайти в это погрузиться что вы будете всяческие доводы себе придумать лишь бы только оправдать что почему я туда не иду тогда вы не решите эту проблему за четыре дня вместе с нами вы решите эту проблему это реально легко если есть люди которые уже находятся по другую сторону и готовы помочь в этом ссылка здесь осталось еще совсем немного места уже скоро стартуем практика в москве майские праздники куча красивых женщин и вы наконец-то телепортируетесь с нашей помощью в эту другую реальность ребят вы к вырываете из себя это иначе это может привести действительно к такого рода катастрофическим последствиям не можете сами я и моя команда с удовольствием вам в этом поможем